А вы в курсе, что ежегодно 3 декабря отмечается международный день инвалидов? Этот особенный день проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Он призван изменить состоявшееся мнение об инвалидах, как людях, неполноценных или не способных к нормальной жизни в современном обществе. Но что касается Сочи, здесь также будут отмечать международный день инвалидов, но отмечать его будут не один день. Запланирована целая декада, посвященная людям с ограниченными возможностями здоровья. Какие мероприятия пройдут в ее рамках, расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. Галина Александровна, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Ну и начать наш разговор я хотела бы с цифр, чтобы понимать, о какой группе населения мы говорим. Сколько у нас сегодня в Сочи инвалидов? Говоря о людях с инвалидностью в Сочи, хочется сказать, что это очень позитивные, очень креативные, интересные ребята, которые каждый год нас чем-то удивляют. По сведениям пенсионного фонда, порядка 36 тысяч людей с инвалидностью проживают на территории города Сочи. Конечно, это инвалиды и первой, и второй, и третьей группы. Если мы говорим предметно о колясочниках, это порядка 600 человек. В обществе слепых находится более 400 членов, и общество глухих насчитывает около 300 человек. То есть вот такими цифрами мы можем оперировать, но мы понимаем, что у нас есть еще группа родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью, и около 1700 ребят на сегодняшний день имеют установленные диагнозы. Но, конечно, есть часть населения, которая не устанавливает по каким-то своим различным причинам, мы не будем их сегодня обсуждать, не ставят себе диагнозы, связанные с приобретением той или иной группы инвалидности, и каждый тоже на это имеет право. Абсолютно верно. Ну а насколько активны сегодня сочинцы с ограниченными, но и в то же время с безграничными возможностями? Да, я бы поддержала вас, сказала, что это... Насколько они сегодня активны, и как Паралимпиада помогла нашим инвалидам, потому что они очень активно принимали участие в разного рода мероприятиях, и этот запал, мне кажется, остался до сих пор в них. Да, безусловно, зимние игры в Сочи повлияли на то, что у нас сменилось и отношение к этой группе людей, потому что каждый испытал свой восторг во время Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, и наше инвалидное сообщество выступило в роли экспертов. То есть все наши председатели, активные члены организации людей с инвалидностью, они имеют сертифицированные документы, в которых указано, что многие из них являются экспертами по доступности. И это были обычные сочинцы с инвалидностью, которые в период подготовки к играм во время их проведения вошли в такие профессиональные команды международного сообщества, связанные с оценкой доступности, связанные с оценкой зрелищности того или иного мероприятия, полезности этого мероприятия для людей с инвалидностью. И у меня несколько примеров этого года. Дэвид Амаришвили, наш инвалид-колясочник, и Сергей Гринь, инвалид по первой группе по зрению, в этом году вместе с байкерами Сочи сделали автопробег до Севастополя в канун проведения праздниц, посвященных Дню Победы. Это была инициатива ребят, и вот настолько... Это впервые такое мероприятие прошло. Это отозвалось у наших байкеров, и вот они вместе съездили до Севастополя и вернулись назад. У нас есть такой инвалид-колясочник Владимир Родионов, который занимается танцами на колясках, и осенью этого года вместе со своей партнершей они заняли четвертое место в мировом рейтинге по танцам на колясках. Сергей Гринь в этом году пробежал сочинский марафон в полной дистанции 42 километра, 195 метров. Владимир Рябцев, который возглавляет организацию родителей, воспитывающих детей с аутизмом, выиграл федеральный грант, и эти деньги отправятся на тьютерское сопровождение детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, которые учатся в общеобразовательных школах, и им нужно такое вот тьютерское сопровождение, тьютерская поддержка. Ну вы привели много примеров. Такие небольшие примеры, которые говорят о том, что сегодня тот заряд, который дали параолимпийские игры для нашего сообщества инвалидов, это то, что их согревает, то, что ведет их дальше. Тут же Олег Стекольников в этом году провел очередной фестиваль спорта и культуры среди людей с инвалидностью пара-арт. Участниками фестиваля являются инвалиды со всей страны, со всего мира, все приглашены вот на такую творческую спортивную площадку в наш город и с удовольствием приезжают. Ну то есть возможности для реализации себя в творчестве и спорте у нас в Сочи безграничны для людей с какими-то ограничениями по здоровью. 2 декабря в органном зале мы проводим большой торжественный прием главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова для людей с инвалидностью. И это второй год мы делаем такой эксперимент. У нас обязательно присутствует сурдопереводчик в зале. И часть концерта, у нас инклюзивный концерт. Часть концерта это настоящие артисты наши сочинские, а другая часть это люди с инвалидностью, с творческими возможностями. И мы сегодня, безусловно, их представляем на сцене на всех городских площадках. И, безусловно говоря, о достижениях. Мне кажется, уже вся страна гордится Даниилом Плужниковым, который в этом году выиграл суперфедеральный популярный проект «Голос дети». Но тот же Даниил Плужников, он начинал в благотворительном проекте, который делает Лига женщин «Мост добра» под руководством Елены Николаевны Пахомовой «Хрустальный петушок». Это были первые шаги на «Хрустальном петушке» Даниила несколько лет назад, когда еще, наверное, мечтать, думать о такой звездности, как сегодня. Когда ты вместе с суперзнаменитыми людьми, которые узнаваемы во всем мире, Даниил поет в клипе «Жить», и его узнают. И никто не спрашивает, а что это сам мальчик? Все говорят, да это же Даниил Плужников. Даниил Плужников, «Хрустальный петушок» Даниил Плужников, «Хрустальный петушок» Подготовить стихи о защитниках Отечества Насте помогала ее руководитель Людмила Виноградова, которая разработала коррекционно-развивающую программу по творческой реабилитации детей-инвалидов и знает, как важны для ее воспитанников такие конкурсы. Это самое утверждение, как всегда. Они более спокойны, более уверены в себе, у них появляется стимул, они чувствуют, что они нужны людям. Это здорово. В этом году во всех этапах фестиваля приняли участие около 150 коллективов и талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Читали стихи, пели, играли на музыкальных инструментах, показывали мастерство в прикладном искусстве. А Олег и Диана, участники проекта «Преодолейка», танцевали вальс. К номеру ребята готовились полгода. Уже выступили не только в Сочи, но и в Краснодаре. И если Олег танцует уже несколько лет, то у Дианы этот год стал дебютным. Поначалу переживала, а потом уже все. Для меня никаких волнений не стало быть. Я поняла, что для меня это все-таки важно. Ну и укреплять мне мышцы и все такое. Я решила этим заняться. Когда вот начинаю танцевать, почему-то волнение пропадает. Уверенность, как бы вот эти движения, как бы запоминаешь тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Тренировки принесли результат. Диана и Олег стали лауреатами фестиваля. Всего в финал конкурса вышли 50 участников. Каждый из них получил персональный компьютер от общественной организации «Лига женщин Моздобра». А поздравляли участников и их руководителей звездные гости. Я очень рада, что к нам сегодня очень много приехало гостей, таких как Елена Чайковская, Оксана Пушкина, Ирина Роднина. Приехала Мария Малиновская. С каждым годом у нас все лучше и лучше. На следующий год мы уже планируем сделать один просмотр, пятый, именно детей со всей России, потому что нам подают такие заявления. В этот день подарки ждали не только конкурсантов. Активисты «Молодой гвардии» преподнесли букет Елене Пахомовой и поздравили ее с днем рождения. Приятные сюрпризы ждали и несколько семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получили от общественной организации средства на реабилитацию, сертификаты на ипотерапию и дельфинотерапию, а семье Безнюк подарили современную инвалидную коляску со всеми необходимыми функциями. Мы выбрали себе легкую коляску, которая складывается удобно, у нас нет своего транспорта, мы пользуемся общественным, поэтому это очень важно, вес коляски, ее размеры. Поэтому большое спасибо Лиге Женщин, спасибо, что помогаю таким деткам, как наши детки, и в первую очередь родителям. Предоставлять такие подарки удалось благодаря меценатам, которые много лет поддерживают организацию Лига Женщин Моздобра и в частности проект «Хрустальный петушок». Эти предприниматели были отмечены почетными грамотами от главы города. В творчестве, понятное дело, реализуются. А в спорте? Какие виды спорта сегодня доступны для инвалидов? Я знаю, что даже какие-то секции открываются, например, боча, да? Это специально для инвалидов. В системе Департамента по физической культуре и спорту есть специальный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором есть различные направления, боча в том числе, есть футбольная команда, куда ходят и занимаются ребята с ДЦП, есть потрясающая волейбольная команда среди взрослых людей с нарушением слуха, и они у нас являются победителями краевых турниров в этом отношении, есть занятия пауэрлифтингом, и там порядка 11 направлений, по которым это и зимние, и летние виды спорта, по которым ведутся занятия с людьми с инвалидностью в этом центре. А могут ли реализовать сегодня себя люди с инвалидностью в профессии? Как и в прошлые годы, в этом году продолжается программа, краевая программа содействия занятости в трудоустройстве различных категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью, ежегодно у нас идет квотирование рабочих мест, согласно федеральному закону, в наших местных организациях, куда могут прийти люди с инвалидностью и получить то или иное место работы. Этот проект достаточно непростой с разных сторон. Мы встречаем как работодателей, с которыми лично глава встречается в своем кабинете, которые не всегда понимают моменты социальной интеграции людей с инвалидностью, важность приобретения профессии и последующего трудоустройства. Но есть работодатели, которые с удовольствием выходят на нас, выходят на центр занятости, которые говорят, а у меня как раз целевая группа, я бы хотел принять на работу человека с инвалидностью. Но так и среди инвалидного сообщества мы тоже встречаем проблемы, связанные с тем, что не всегда есть согласованные действия по продолжительности рабочего дня, не всегда есть желание трудиться в том или ином месте. А трудоустройство человека с инвалидностью зависит очень четко от карты индивидуальной реабилитации, в которой расписаны те или иные возможности, та или иная сфера, куда можно трудоустроиться. Но это проект как точка роста. Мы понимаем, что там есть как такие классные примеры. Тот же Дэвид Амаришвили, у него есть свой центр по приведению объектов к доступности. И в этом центре вместе с Дэви работают 4 человека с инвалидностью. То есть вот есть такие профессиональные сообщества уже людей с инвалидностью, которые дают качественную услугу, и которая услуга эта имеет потребность в сегодняшнем социуме, что каждый объект, согласно 419 федеральному закону, должен быть приведен к доступности. Так и есть проблемные истории как с работодателями, так и с самими людьми с инвалидностью. Ну, не всегда вот есть инициатива трудиться. Ну да, или Сергей Гринь, да, вот еще пример. Да, или Сергей Гринь, который работает у нас в художественном музее уже много лет. И два года назад мы открыли его творческую выставку художественных работ. И Сергея принимаем в Краевом музее, где люди заинтересованы в его творчестве. То есть, ну так вот все, с одной стороны, все достаточно сбалансировано в нашем городе, с другой стороны, есть яркие примеры как в плюс, так и, к сожалению, не очень такую позитивную историю. Ну, а сейчас я предлагаю поговорить о доступности наших городских объектов для инвалидов. К зимней Олимпиаде, понятно, было сделано много, но объекты продолжают строиться, открываются магазины, какие-то рестораны, торговые центры. Как с этими новыми объектами становятся ли они доступными для инвалидов? Какую городская администрация работу с такими объектами проводит? На сегодняшний день законодатель очень четко разделил полномочия между муниципальной властью и региональной властью. Все, что касается темы наказания и приведения к такой очень жесткой ответственности, возложено на регион. Но мы понимаем, что эта ситуация, она тоже в профессиональном поле будет меняться в сторону муниципалитета. Мы ожидаем новых нормативных актов, которые позволят нам расширить поле своей деятельности, и мы нуждаемся, правда, в этом. Со стороны администрации города мы проводим еженедельные мониторинги, причем это мониторинги как в наших плановых позициях, так и по заявлению людей с инвалидностью. И каждую неделю при заместителе главы города по социальным вопросам Ирине Васильевне Романец заседает рабочая группа по доступности, в рамках которой мы рассматриваем любые обращения людей с инвалидностью, мы рассматриваем те или иные отрасли, в которых необходимо довести до ума те же пляжи, чтобы их было больше связано с доступностью и так далее. Но все вещи, связанные с наказанием, составлением протоколов, с обращением в прокуратуру, это прерогатива органов социальной защиты. На совете, который пройдет в рамках Совета по делам инвалидов, который пройдет в рамках декады инвалидов, мы планируем его 8 декабря, мы приглашаем на нашу диалоговую площадку в администрацию руководителей 4-х районных соцзащит как раз-таки по вопросу о результатах мониторинга 2016 года, задачах на 2017 год. И для нас это возможность выстроить планово нашу работу, которая ведется как в плане разъяснения с хозяйствующими субъектами, потому что все наши, конечно, муниципальные учреждения, они понимают, что мы сегодня говорим об инклюзивном образовании, об инклюзивном спорте, об инклюзивной культуре. И хочу заметить, что с каждым годом, проводя те или иные мероприятия, различные общественные форумы, какие-то конференции в Зимнем театре, мы все больше и больше встречаем в числе зрителей и людей с инвалидностью, на инвалидных колясках, слабовидящих и слабослышащих, потому что на сегодняшний день в Зимнем театре есть такая бегущая строка, которая анонсирует, что происходит на сцене и так далее. Вы говорите, что новые объекты тестируются, а тестируются ли они инвалидами? Допустим, инвалидами-колясочниками, построенный паундус, правильно ли он сделан, какой у него уклон? В этих рабочих группах принимают участие инвалиды непосредственно сами? Со стороны органы социальной защиты при составлении актов о доступности обязательно привлекают эксперта с инвалидностью, который может дать свою качественную оценку. Проводя наши мониторинги, мы, естественно, в наши рабочие группы входят инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, которые со своей стороны замечают такие нюансные вещи, которые не всегда даже эксперт может как-то оценить. Человек, который испытывает эти трудности в передвижении по городской среде, он очень четко и сразу о них говорит. Безусловно, вся работа администрации города по приведению к доступности тех или иных объектов строится с участием инвалидного сообщества, и надо заметить, что это участие очень активное, иногда даже имеющее такое направляющее действие, я бы сказала. Но это же не только пандусы, есть же еще у нас инвалиды по зрению. Конечно. Как для них организована доступная городская среда? А сегодня понятие доступности законодателям не разделяется для инвалидов. То есть объект может быть либо доступен, и тогда подписывается акт о доступности. Доступен для всех видов людей с инвалидностью. Опорно-двигательный аппарат по слуху, по зрению, ментальные инвалиды. Либо объект недоступен, ему чего-то не хватает для полной доступности, и это надо доработать. Но что касается доступности многоквартирных домов, какая-то работа в этом направлении ведется? Это тенденция следующего характера. Если мы говорим о новостройках, то, естественно, сдавая в эксплуатацию дом, строитель должен получить в том числе акт о доступности. На сегодняшний день, когда мы сдаем все наши образовательные учреждения, один из документов, который прилагается для того, чтобы запустить объект в эксплуатацию, это акт о доступности объекта. Если мы говорим о жилье, которое было ранее сдано, принято, и на сегодняшний день там уже проживают люди, то путь только один — это собрание жильцов, это понимание готовности, что деньги управляющей компании или те деньги, которые собирает ТЖС, они будут потрачены на то, чтобы сделать пандус. Мы понимаем, что когда мы говорим о многоквартирных домах, это много расходов, да, и когда появляются какие-то лишние деньги в управляющих компаниях или еще в каких-то других способах управления, то, конечно, люди охотнее тратят их на то, чтобы там, не знаю, переделать крышу, заменить какие-то коммуникации. Вот. Но по тем обращениям, которые есть у нас, мы, конечно, проводим безъяснительную работу с населением. Я не могу сказать, что это вопрос, который решен, это задача, которая легко и быстро делается, потому что, да, так законодатель сегодня установил все эти общие решения, что большинством голосов должно быть принято решение среди жильцов многоквартирного дома об установке пандуса. И, безусловно, те типы построек, которые были там 25, 30, 40 лет назад, а эти дома, они эксплуатируются, они сейчас стоят, и в них нормально живут люди, то, когда мы говорим об установке тех или иных подъемных устройств внутри, то мы тут же сталкиваемся с проблемой пожароопасности, потому что в случае пожара либо будет сложный доступ, либо выход, либо доступ в помещение. То есть очень много нюансов. Это нелинейный вопрос, и в нем каждое из таких обращений, оно должно быть рассмотрено индивидуально. Я не могу сейчас дать какой-то универсальный путь, которому можно пойти и дойти до результата. Его нет, потому что в каждом случае это индивидуальная история. Кто-то живет на первом этаже, в доме, которому 50 лет, требуется внешний пандус, чтобы выйти на улицу. Это самое легкое решение вопроса. Мы ищем социальных партнеров. Зачастую сама управляющая компания идет навстречу, потому что этот внешний пандус, он понадобится и мамам с колясками, и пожилым людям, и тучным людям, да, потому что маломобильная группа населения – это не только человек с инвалидностью, это масса категорий, которые входят в это понятие. Но если это пятый этаж панельного дома, и да, здесь, наверное, совет про то, что поискать какую-то замену жилья на первый этаж – вот это про правду жизни, про реальность. Потому что сделать внешние какие-то сооружения, которые позволят спускать инвалидов с пятого этажа на первый, мы, правда, столкнемся с требованиями Роспошнадзора о том, что это не совсем возможная ситуация. Сделать внешний какой-то аппарат, который будет спускать – это очень большие деньги. Очень большие деньги, которые жильцы не всегда готовы. Они не всегда есть, скажем так, и даже если есть какая-то сумма, то не всегда жильцы готовы потратить ее на то, чтобы именно установить вот этот подъемный аппарат. Поэтому лучше, если есть такая проблема, обращаться в администрацию города, очень четко прописывая особенности своего проживания, ну и понимать, все-таки сопрягать возможности, которые есть в реальности даже у государственных служб и правду жизни. Потому что, ну, наверное, если вы живете на пятом этаже, то лучше поискать жилье где-то на первом, на втором этаже. Тогда легче будет решить вот эту историю с пандусом, с приведением доступности многоквартирных домов. Ну и мы сегодня уже упомянули, что 3 декабря в России и по всему миру будет праздноваться День инвалидов, но в Сочи по традиции проходит целая декада. Вот зачем был придуман такой вот праздничный марафон, 10 дней празднования? Очень важно в эти дни привлечь внимание общественности к тем проблемам, которые есть у людей с инвалидностью. Очень важно сформировать не просто толерантное отношение, такое эмпатическое отношение к людям с инвалидностью. И многие люди запускают такие поддерживающие проекты для того, чтобы этому сообществу дать возможность, дать надежду на лучшее. Я сегодня утром читала в Фейсбуке статью мамы, которая, к сожалению, от онкологии умер ее ребенок. И чтобы не уходить в такую очень какую-то сложную депрессию, она стала ездить в ту больницу, в которой она лежала, со своим ребенком, помогать другим мамам, привозить игрушки, привозить там моющие средства, помогать мыть полы, привозить какие-то вкусности для детей, для мам, которые там находятся. И таким образом через какое-то время она создала свой фонд благотворительный, который функционирует успешно уже в течение пяти лет. И она в интервью говорит о том, что, да, я, к сожалению, потеряла своего ребенка, его не смогли спасти по объективным причинам, но я родила нового ребенка. Это мой благотворительный фонд, который помогает большому количеству людей. Вот когда мы говорим о декаде, мы говорим об очень тонких вещах, начиная там с, правда, вот с такой палеотивной помощи детям, людям жилого возраста или среднего возраста, неважно, какой это возраст, когда, к сожалению, уход невозможен. Но мы можем сделать последние дни такими очень, какими-то исполняющими вот те желания, которые были у человека. Мы можем говорить о том, что, да, декада позволяет нам не только говорить о честованиях людей с инвалидностью в нашем городе в эти дни, восхищаться какими-то их успехами, но это такая очень серьезная, диалоговая, профессиональная площадка, когда мы говорим всем и каждому, что, по сути, никто из нас не застрахован от каких-то несчастных случаев, которые могут произойти, но даже не в этом суть, а есть просто социальная ответственность бизнеса. Есть история, которая должна нас всех объединять в желании, что наш город должен быть доступен, и сейчас уже очень многое сделано в этом направлении для людей с инвалидностью. И это такая серьезная экономическая ниша, которая дает возможность не только реализовать социальный потенциал бизнеса, но и вообще развивать новые виды экономической деятельности, например, такие, как инклюзивный туризм на территории города Сочи, которые пользуются популярностью во всем мире. И это та потребность, которая реально существует у очень четко обозначенных целевых групп. Вот декада для того, чтобы мы могли не только обозначить героев нашего времени, хотя и это тоже, правда, Данил Плужников, Сергей Гринь, Олег Стекольников, Владимир Рябцев. Многие-многие наши инвалиды, о которых я уже сказала, это, правда, наша гордость, это те люди, которые делают невозможное. Я не пробегу марафон, я не пробегу 42 километра, а Сергей пробежал, да. То есть многие из нас просто не выйдут на сцену в школе своей родной, потому что для них это какая-то вообще невыносимая высота. Данил Плужников выходит на кремлевские сцены и достойно представляет наш город, своё творчество. И это, правда, заслуживает уважения, восхищения. Ну, все-таки, какие мероприятия будут проводиться? Я знаю, что во всех четырёх районах в Сочи запланированы. Да, в каждом районе у нас запланирован такой торжественный приём, в рамках которого отчествуются активисты, инвалидных сообществ. Вот 30 ноября такой приём состоялся в Хостинском районе, 1 декабря в Центральном районе, 8 декабря он пройдёт в Аддерском районе, в Лазаревском районе. В центре города у нас такая городская площадка основная – это 2 декабря. И каждый из районов предлагает нам свою концепцию этих дней, когда очень много внимания уделяется людям с инвалидностью и общению с ними, помощи. Ну, глава города тоже лично поздравляет обычно? Конечно. Торжественный приём главы города будет 2 декабря в органном зале. И это всегда очень тёплое общение. Это не только история вот таких официальных поздравлений, но это всегда общение в кругу единомышленников, в кругу друзей. И всё наше сообщество очень хорошо знает Анатолия Николаевича. Всегда он отзывается на все просьбы, все какие-то, как нам иногда кажется, невероятные идеи нашего инвалидного сообщества. Тем не менее, они находят отклик у главы нашего города, и он очень так тепло, активно их сопровождает. Спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо, что к нам пришли сегодня в студию. Ну, и напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живёт наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова